Здравствуйте, уважаемые друзья! Вечер за бортом плюс 20 градусов И продолжение нашей ковидной темы И того, что у нас происходит в плане народного возмущения Значит, два блока Первый блок связан непосредственно с нашими маленькими беспорядками Почему маленькими? Потому что они пока у нас только в центре Монреале Больше нигде ничего похожего нет Я вам говорил о том, что в субботу-воскресенье, собственно, были протесты людей Которые в том числе в воскресенье вышли уже после начала комендантского часа После восьми в центр города протестовать Я вам говорил о том, что жгли, значит, баки, били витрины И вчера вечером было продолжение Опять же, та же самая история Главным образом молодежь выходила Также били витрины, поджигали мусор И вроде как срогли даже машину, если я правильно понял из новостей Соответственно, ничего не утихает И самая главная боязнь, и моя, наверное, и всего более-менее думающего населения Как бы это ни прорастилось во что-то регулярное и очень агрессивное То есть мы все прекрасно понимаем Мы понимаем реакцию людей на коронавирусные всякие разные ограничения Мы понимаем, что весна, молодежь, гормоны и все такое прочее Но жить, скажем так, на пороховой бочке, которая может в любой момент рвануть Как-то не мне, никому большому счету не хочется Лего уже успели обвинить в том, что он плохо коммуницирует Что, значит, он не совсем хорошо справляется с кризисом Собственно, об этом уже давным-давно говорят Уже куча всяких разных пародий звучат Вот буквально перед тем, как я начал записывать это видео В очередной раз по радио прогнали пародиста Который, значит, сказал, что Ну, вы должны следовать санитарным нормам Маски вы теперь можете снимать только в душе И, значит, у нас послабление, послабление Теперь вы можете выходить гулять из дома на час Это гораздо лучше, чем предшествующие полчаса, которые были ранее В общем, это уже набирает обороты Сегодня выступал, опять же, Лего с заявлением о том Что они все правильно делают Что надо пройти третью волну Что у нас, несмотря на то, что в Монреале цифры стабилизируются Что в плане, что они не растут, а даже чуть падают Но вот, значит, в трех городах В Ливии, в Квебеке и в Готино Цифры, собственно, вызывают опасения Поэтому надо продолжать, так сказать, держаться Держаться, держаться и никаких послаблений В плане, там, возможности людям спокойно ходить за другом в гости Там, не знаю, сидеть в ресторанах и так далее К чему привыкли Все это, собственно, опять же остается в таком жестком заблокированном режиме При этом рассматривается вариант, что, значит, Монреаль заплатит организаторам Формулы 1 6 миллионов долларов для того, чтобы даже без зрителей гонки проходили, да, чтобы Монреаль не выпадал из числа городов, которые принимают у себя Формулу 1 При этом правительство, опять же, объявляет о том, что они планируют открыть 40 тысяч рабочих мест в области туризма Для кого туризм, если, собственно, у нас вот эти ограничительные меры Коронавирусный, комендантский час и так далее Черт его знает, но, тем не менее, они планируют 40 тысяч рабочих мест в области туризма на лето открывать И, собственно, опять же, рассматривается вопрос о том, что школы будут полностью переведены на онлайн На сегодняшний момент, как мы помним, они чередуются полнедели онлайн, полнедели занятий в классе И было объявлено о том, что масочные, комендантские, всякие разные меры будут продлены минимум до 25 апреля Но при этом Лего оговорился о том, что нас впереди ждут два тяжелых месяца Представляете, да? То есть он сказал, что до 25 апреля вся эта история с комендантским часом и ужесточениями по поводу масок Что там все должны, как я уже говорил, в кабинетах сидеть в масках Значит, продлится, но при этом он говорит, загадывает на два месяца вперед И говорит, что два месяца еще это у нас история, возможно, в потенциале Да? Нам предстоит преодолеть их Это вот одна история, да, коронавирусная Вторая история связана с тем, что сегодня с утра протер глаза, как обычно И увидел статью, посвященную иммиграционной теме Оказывается, у нас есть, скажем, орган, который занимается надзором и приемом жалоб от людей В связи с качеством работы всяких разных министерств Да? И в данном случае речь идет о том, что у нас оказывается на сегодняшний момент Более 800 жалоб поступило И, по-моему, что-то в районе под 700 жалоб, там, 600 с хвостиком Жалоб было принято к рассмотрению на качество работы Министерства миграции Квебека Да, мы сейчас не говорим про федералы, мы говорим про Квебек Так вот, значит, в чем проблема? Проблема в том, что документы постоянно теряются Просто, вот, люди отправляют А потом, собственно, никто не может найти концов При этом у тех людей, кто отправляет, у них есть на руках квитанция о том, что документы были доставлены Ответственный сотрудник Министерства миграции подписался Или, там, просто, там, человек, который находится в экспедиции, подписался в получении Но потом, когда дело доходит до рассмотрения по факту Документы почему-то отсутствуют, их нет Как будто они не существовали в природе никогда Бывают случаи, когда у нас же сейчас активный переход на электронный документ, наоборот, происходит И бывают случаи, когда документ загружен В электронном виде он есть, а в физическом виде его нет И на этом основании офицеры тоже, типа, отказываются рассматривать дело по существу Кроме того, вторая самая популярная жалоба Это жалоба на то, что не соблюдаются сроки Что раньше, дескать, можно было получить документы, сертификат отбора, там, по программе Квэкского опыта, там, за месяц с копейками То сейчас, собственно, был объявлен новый срок в 6 месяцев Но и он, да, еще раз, был раньше месяц в месяц с копейками А сейчас 6 месяцев Но эти 6 месяцев новый официальный срок тоже уже не соблюдается Что интересно, это то, что, вот я вам сказал, что количество жалоб, которые были раньше Точнее, не раньше, а сейчас Значит, было подано 822 жалобы Из них, я оговорился на самом деле Смотрите, сейчас правильную цифру скажу 822 жалобы в этом году было подано Точнее, за прошлый год, совершенно верно, было подано И из них было удовлетворено 479 А в прошлом году таких жалоб было подано 218 А принято к осмотрению 75 То есть они были найдены мотивированы То есть рост колоссальный в разы жалобы на работу Министерства миграции Квэка Соответственно, Министерство миграции в свою защиту говорит, что да, да, мы знаем, мы понимаем Мы сейчас находимся в тяжелом периоде Помимо ковида мы еще переходим на электронный документооборот Поэтому у нас такой период транзита Но вот мы точно соберемся с силами, все улучшим и все будет замечательно Будет еще лучше, чем когда-либо было в времена идеального хода рассмотрения дела В общем, так вот мы живем Не все благополучно, как видите, в Датском королевстве Но в очередной раз подчеркиваю, что если мы говорим про ковидные истории всякие разные То ковидные истории на сегодняшний момент, они распространяются И вот это безумие происходит только в двух провинциях из десяти Это в Квебеке и в Онтарио Во всей остальной Канаде все более-менее тихо и спокойно А где-то вообще ничего не происходит, потому что там практически нет зараженных Либо там ноль, да, если мы говорим про какие-нибудь там северные территории Либо там два-три, если мы говорим про какие-нибудь отдаленные маленькие провинции То есть люди живут своей обычной жизнью То есть не надо проецировать все то, что я вам говорю Я вам очередной раз повторяю, да, с очередной периодичностью я вам говорю о том, что Я вам рассказываю о том, что происходит главным образом вокруг меня В Монреале, в Квебеке, это не значит, что во всей остальной Канаде ровно то же самое происходит В каждой погремушке свои, то есть в каждой избушке свои погремушки И, соответственно, то, что происходит в Монреале, не факт, что происходит и, скажем, где-нибудь, не знаю, например, в Новой Шотландии Почему нет? Вот, то есть ситуации очень сильно отличаются И вы должны понимать, что, в общем и целом, в Канаде очень тихо и спокойно Без исключением веселого Квебека и не менее веселого Антарио Все, друзья мои, за этим откланиваюсь Всем отличных времен суток Хорошего дня, Ли, вечера Счастливо и пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok